Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Очень интересное место, и в связи с этим я бы хотел сказать, что в нашем переводе Нового Завета на русский язык немало ошибок, прямых причём ошибок. Просто приходится подчас даже удивляться. Русский перевод совсем исказил полностью, полностью на противоположный смысл даже, исказил то, что говорил апостол. Когда, знаете, по-славянски-то правильно написано – «Аще и можеши свободен бытьи больше по работе себя». Вы знаете, что это написано? «Даже если ты можешь быть свободным», – обращается он к рабу, – «больше по работе себя, останься рабом». В смысле, что пишут? Переводчики – это же уже вторая половина XIX века, уже, видимо, с либеральными идеями. И они, как же это такое? Как же? Если можешь, освободись! Один за другим толковник, я посмотрел, все просто отвергают буквально, что нет, этого смысла совсем у апостола нет, совсем нет. Он даже, апостол дальше пишет даже, в каком звании ты призван, прямо там буквально через три стиха, прям пишет, в каком звании ты призван, в том, и оставайся пред Богом. Вообще, да это и удивляться нечего. Повторяю, нигде в Евангелии нет ни одного слова протеста против рабовладельческого строя. Ни одного апостола нигде нет. Это поразительно, правда? Это поразительно! Как же такое? Призыв другой совсем. Помните, как пишет тот же апостол? Апостол – «прими раба, который сбежал, как брата возлюбленного». Вот он принцип-то какой! Если раб – это твой брат, все, какое может быть рабство? В Византии рабство прекратилось благодаря христианству. А здесь, в данном случае, речь вот о чём идёт? Апостол прямо пишет, да, если ты раб, оставайся рабом. И здесь оставайся, но оставайся по совести. И поступай не за страх, а за совесть. Он дальше пишет, когда то, что касается тебе, твоих работ, твоей работы, твоих дел. То есть, в данном случае апостол вовсе не пишет о том, чтобы освобождаться во что бы то ни стало. Нет. А оставайся рабом. Да, таков, таковы его слова. Прямые слова. Там вот, вы знаете, тут святитель Феофан, он даже прямо называет то слово, которое является, в данном случае, ключевым. Да, вот почему повелевает оставаться рабом? Для того, чтобы показать, что рабство не только не вредит, но ещё доставляет пользу. Для многих даже пользу доставляет. Вот. И просто говорит, мысль же, что освободись, пишет он, была бы совершенно противна намерению Павла. Вот когда же. И он обращается, святитель Феофан, к греческому тексту и указывает, что апостол там употребляет слово, слово, греческое слово «хрисе», это вот «храуме», греческое слово «храуме», то есть служить, давать, то есть оставайся, служи, служи в том, в чём ты есть. Я думаю, идея какая? Идея здесь не в том, что рабство будто вода, вряд ли апостол Павел. Конечно, это... Нет, нет. Апостол Павел в данном случае пишет, что мы не знаем, в каком состоянии мы скорее спасёмся – в состоянии свободном или в состоянии раба. Поэтому, находим, являешься рабом – ну, будь рабом. Станешь, из тебя освободят, я думаю, апостол Павел нисколько бы не стал возражать, но сам, сам не предпринимая каких-то специальных усилий, чтобы освободиться. Вот такова его в данном случае мысль. Это, конечно, возмущает очень многих, но что делать? Апостол пишет Павел именно так. Продолжение следует...